Россия наращивает интенсивность авиаударов по позициям боевиков в Сирии. Наши воздушно-космические войска за минувшие сотки совершили еще около 100 боевых вылетов и уничтожили 190 объектов инфраструктуры террористов. Они несут серьезные потери. Из сирийского города Рака, который считается неофициальной столицей экстремистов, бегут их лидеры. Вся последняя информация. Александр Огородников. По целям боевиков работают стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. При этом самолеты продолжают базироваться на территории России. На задания. Они вылетают с аэродромов Моздока и Энгельса. Только за последние сутки силами ВКС были ликвидированы почти две сотни объектов. Это пункты управления, склады с боеприпасами, оборонительные позиции. За сутки российской авиации выполнено 126 боевых вылетов самолетами Ту-160, Ту-22М3 с территории Российской Федерации и оперативно-тактической авиации с аэродрома Хмими. 16 укрылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожено 7 особо важных объектов террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. На земле боевиков запрещенной в России организацией ИГИЛ теснит уже сирийская армия. Активные боевые действия идут в провинциях Хама, Идлиб, Хомс, Дера. Боевики, лишенные командных пунктов, все чаще отступают. К тому же российская авиация отрезает террористов от складов с боеприпасами. По нефтяной инфраструктуре Сирии наносит удары французская авиация. На территории подконтрольный боевикам, по оценкам экспертов, каждый день добывается около 50 тысяч баррелей нефти. Резолюция Совбеза ООН обязала все государства противодействовать незаконной торговле черным золотом. Однако действия Парижа на территории Сирии в рамки международного права не укладываются, считают в российском МИДе. После начала операции наших воздушно-космических сил и успешных действий сирийской армии на земле, французы решили наносить удары по целям на территории Сирии, мотивируя это правом на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Мы не можем поддержать такие действия, в первую очередь в силу того, что они совершаются без согласия сирийского правительства. Наша авиация работает в Сирии в полном соответствии с международным правом по просьбе законного президента страны. Россия по-прежнему призывает к совместной борьбе с международным терроризмом. Западная пресса считает, что успех создания международного альянса во многом зависит от итогов визита французского президента Франсуа Оланда в Москву и Вашингтон. Сейчас, по данным разведки, главари бандгрупп бегут с линии фронта, покидают город Рака, считающийся столицей экстремистов. Несколько полевых командиров уничтожено, боевой дух террористов окончательно сломлен. Нами зафиксированы случаи отказа от выполнения поставленных задач. Так, боевики полевого командира Абу Масаба Ассури и состава группировки Джибгат Ан-Нусра не выполнили задачи по уничтожению подразделения вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Дер-Ханна. Тем временем в Дамаск начинают возвращаться мирные жители, а значит действия российской авиации можно считать успешными. Сегодня о ходе операции в Сирии верховному главнокомандующему доложат министр обороны и начальник генерального штаба. Александр Огородников, Дмитрий Поляков.